В Таиланде уточнили число жертв вчерашнего теракта в центре Бангкока. 20 человека, а не 27, как сообщалось ранее. Обновленные данные предоставило МВД Королевства. Раненых более 120. Среди них есть дети. Самому младшему всего 5 лет. В городе действуют повышенные меры безопасности. Закрыты все школы. А процедуры досмотра в аэропортах и на вокзалах заметно усложнились. Поэтому пассажиров просят приезжать часов за 6 до отправления. На основных дорогах установлены блокпосты. Вместе с тем банки и госучреждения продолжают работать. Власти утверждают, что нет никакой необходимости выводить чрезвычайное положение. Сегодня силовики соберутся на экстренное совещание с правительством. И не исключено, что к нему уже появятся какие-то подвижки в расследовании. Хотя ответственность до сих пор никто на себя не взял. По сведениям агентства Франс Пресс уже есть подозреваемый. Некий мужчина, которого запечатлела камера видеонаблюдения непосредственно рядом с тем местом, где произошел взрыв. Добавлю, за ситуацией пристально следят российские дипломаты. По данным, которыми они располагают на эту минуту, наших сограждан среди погибших и пострадавших нет. Информации о погибших и раненых россиянах в посольстве России в Таиланде не поступало. Посольство России в Таиланде рекомендует россиянам, находящимся в Бангкоке, воздерживаться без крайней необходимости выхода в город, соблюдать крайнюю осторожность и избегать места массового спорта людей. Там работают эксперты. Паники в городе нет. Взрыв в Бангкоке произошел минувшим вечером. Самодельное устройство сработало в деловом и туристическом районе между крупными торговыми центрами и местом религиозного паломничества. Причем именно тогда, когда там было много туристов, вечером. Среди 20 погибших и раненых есть граждане Китая и Филиппин. Позже, недалеко от места терапта, полиция нашла и обезвредила еще две бомбы. Позже, недалеко от места терапта.